СТВ. Участие нашей недавно созданной национальной кулинарной команды в глобальном конкурсе шеф-поваров. Причем это первое участие команды в подобных мероприятиях. И сразу же четыре победы, четыре бронзовых медали говорят о том, что наша молодежь талантлива во всем. И сегодня молодые повара были награждены почетными дипломами, теперь уже в Баку. Но пришли они на церемонию не с пустыми руками, представляя азербайджанской общественности свои блюда победителей. Национальная кулинарная команда Азербайджана в европейском полуфинале конкурса организованного Всемирной ассоциацией кулинарных обществ World Chefs на этапе Грам-при Европы 2023 завоевала медали в каждой из четырех категорий. Эта победа позволила членам азербайджанской команды пройти финальный этап Всемирного конгресса поваров 2024, который пройдет в Сингапуре в следующем году. Это огромное достижение для нашей страны, так как мы первый раз участвовали в таком роде соревновании. В мае будем участвовать еще в одном международном соревновании, и он будет проходить в Шарже. Там тоже будут участвовать европейские страны, это кубок, и мы надеемся, что мы там тоже что-нибудь возьмем. Мы впервые приняли участие в таком конкурсе, на нем были представлены почти все страны Европы. Все были сильными соперниками, наиболее сильным, я считаю, Италию. Было тяжело, мы чувствовали это уже во время подготовки. Бронзовая медаль при первом же участии – это очень хороший результат для нас. Верю, что нас ждут еще больше успеха. Члены азербайджанской команды завоевали бронзовые медали в категориях «Глобальный конкурс шеф-поваров», «Глобальный шеф-повар по кондитерскому делу» и «Глобальный веганский шеф-повар». У нас была задача приготовить два десерта, один торт и один плейтинг-десерт. Значит, давайте начнем с плейтинг-десерт. Здесь у нас фейхуа, кумкват и шоколадный мусс, а снизу печенье. Идеальное сочетание, очень легкое, нажали оценим. Прийдем к торту. У нас тут мусс, малина и два мусса, точнее, один из темного шоколада, один из молочного и тофе-карамель. Мы предоставили два блюда. Одно основное блюдо и одну закуску. На закуску вы можете здесь видеть у нас крокет из чечевицы и булгура, мозаика из лука-порея и равиоли из свеклы. На основное в качестве протеина мы использовали соевый протеин. Внутрь мы поставили наше национальное лябанги, подали его с местным каштановым пюре и паве из тыквы. Конечно же, никакие победы невозможны без правильной организации. И планы на будущее в сфере гастрономии довольно широки. Пригласили специалистов из Италии и Германии, подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере применения новых методологий. Реестр азербайджанских язв. Это очень важно, потому как до сегодняшнего дня такого их полного списка не было. В течение месяца откроется сайт, и сегодня мы представили новое лого, состоящее из четырех элементов, каждый из которых символизирует ценности культурного наследия и кухни Азербайджана. Между тем, Азербайджан занял первое место на международной олимпиаде молодых поворов 2023, которая проходила в столице Индии Нью-Дели. Причем и здесь наши мастера участвовали впервые. Молодой повар Эмиль Зейназа Адеза воевал золото и поднял флаг Азербайджана на мероприятие, в котором принимало участие большое количество стран. А это значит, что нас ждут еще большие победы. Сабина Алиева, Эльвинг Агроманов, Новости АСТВ. Субтитры создавал DimaTorzok